30 тонн груза, да еще вес самой машины. Каждый день тяжеловозы двигаются по дорогам Дубинского района и методично превращают их в бездорожье. Но как еще доставить горные породы из трех карьеров? Мы столкнулись в прошлом году с серьезной проблемой, когда РЖД отказывало в предоставлении вагонах, и весь объем продукции, производимой, шел именно автотранспортом. Естественно, серьезно пострадало, плотно дороги Дубна-Поречья. В этом году ситуация стабилизировалась. Пореченский карьер порядка 80% своей продукции отгружает уже транспортом РЖД. Дубинский карьер в этом году тоже будет переведен уже на железнодорожный транспорт. Соответственно, мы постараемся существенно снизить нагрузку. Общий объем добычи известняка в Дубинском районе – несколько миллионов тонн в год. Большая часть продукции отправляется в Москву для строительства магистралей. По сути, для таких целей в Дубне должна быть построена техническая трасса. Мы находимся в Пореченском карьере. Добыча известняка здесь ведется уже более 35 лет, и объемы выработки действительно поражают. Чтобы понять масштабы разработок, представьте рядом со мной 20-этажный дом, стоящий в котловане диаметром полкилометра. Ежегодно здесь добывают полтора миллиона тонн горной породы. Еще один выход из ситуации – ремонтировать дороги на основе софинансирования из областного бюджета и средств горнодобытчиков. Последние платить за ремонт не готовы. Местная власть предлагает третий способ – установить на нескольких участках дороги пункты весового контроля. И тогда груженные тягачи просто не смогут выехать из карьеров. Какой метод в итоге окажется решающим – в Дубне пока думают. Известно лишь одно – три карьера в сумме приносят в районный бюджет 6 миллионов рублей. Это 13% от всех доходов Дубинского района. Сергей Речиц, Борис Глоба, ТВ-Центр Тула.